Я понимаю, что вы ожидаете увидеть привычный Вам факты на историко-культурологические фальсификации Увы, сегодня экстренный выпуск и нам придется говорить не об этом Антитопоры полгода, младенческий и человеческий возраст Младенцы безобидны или, как говорили о младенцах римские философы Табула раза, чистая доска, неисписанная жизнью Ни заслугами, ни преступлениями какими-либо Только жить начинает человек в этом возрасте А вернее, отличать самое примитивное добро от зла Группа ВКонтакте Антитопор растет Канал на YouTube почти около 400 тысяч просмотров И это за полгода География огромна В первой десятке по убыванию такие страны, как Россия, Армения, Украина, Азербайджан Соединенные Штаты Америки, Испания, Франция, Израиль, Казахстан И замыкает эту десятку Грузия С осени мы запланировали выходы и на других языках мира Казалось бы, все хорошо Но не так уж и все Со времен братьев Люмьер, которые заставили впервые картинкам на экране двигаться И появилось кино, а затем и телевидение За теми, кто в ящике всегда окружали друзья и враги Зрители разные бывают И это не секрет Особенно часто встречаются зрители, которых хлебом не корми, но дай посудачить Популярность антитопора тоже стала овеяна не только доброжелателями, но и врагами И не только из Азербайджана К примеру, за полгода нашего существования Сайты вести.ас и day.as четырежды писали о нас То биографию мою, то сплетни всякие Но ничего существенного Ничего существенного, конструктивного Чтобы опровергнуть мои слова путем независимых источников Как это делаю я Такого не было Обычные желтые странички, не более Но такое внимание обращать, я думаю, что и не следует Да и нет, и не было у меня ни в каком выпуске Где бы я что-то худое говорил об азербайджанцах Ничего подобного Только все по факту Да и чего я могу плохое говорить об азербайджанцах Если я по своей натуре интернационалист Среди друзей моего интернационала имеются и азербайджанцы Достойные вполне ребята, достойные сыновья своего народа И бывало не раз, когда я им лично помог в определенные периоды жизни Они не дадут мне соврать, я думаю, они смотрят тоже эти выпуски Они все прекрасно понимают, знают, что происходит вокруг Знают и о том, что участь Баку их обманывали в школах А за пределами Азербайджана в вузах они получают совсем другие знания Не учились в школах Азербайджана, избежали учебниковую ложь И не зомбированы антиармянскими красками Но в семье не без уродов Они имеются и у азербайджанцев, и у армян, и у других народов В порядке вещей К примеру, среди азербайджанских кибераскиаровских форумов Распространился слух о том, что меня избили И я даже от побоев пролежал в больнице Об этом случайно узнал, когда получил письмо от какого-то трусливого парня Почему трусливого? Потому что только очень трусливый может написать письмо Задать вопросы И тут же определить в черный список, чтобы я не мог ответить То есть человек боится даже моего письменного ответа А как это назвать, если не трусостью? Письмо построено большей частью из бранных слов и выражений Дабы не позорить его перед достойными его земляками Мы закрыли маты От того оно такое сплошь красное получилось Но подчеркнули даже не угрозу, а то, как меня однажды якобы побили Официально заявляю, ничего подобного не было Я как продолжал выходить в эфир раз в неделю, так и выхожу Жив, здоров и невредим Или, как говорят в Иране и Азербайджане Сах Саламат Чего и вам всем желаю Перед тем, как делать антитопор, я подготовился основательно Знал, что будут нападки, обиды, зависть и прочее Обвинение во всем, в чем только можно обвинить Повторяю Не получится Всех остальных призываю Не верить всему тому, что пишут и говорят обо мне и о проекте Провокаций масса Причем как со стороны азербайджанцев, так и со стороны армян Одни от злости, вторые от зависти Что тоже от злости Только чему завидовать и злиться На что? На правду? Или на то, что вам не дано? Каждому свое уж, простите Востоковеду, Востоковедческая Сантехнику, Сантехническая Кесарю, Кесарева А коллегам хочу еще раз напомнить Что мы в соцсети И умничать мне здесь не следует Умничать нужно в аудитории, а не здесь Так что и вам не удастся меня уколоть Слишком тупа ваша игла Пишите книжки и читайте их сами Все это время ваши книжки, талантливые, не спорю Пылились на полках А пользователи соцсетей Не читающие ваши объемные труды И не понимающие научный язык Сидели у компьютеров И не знали, чем крыть кибероскяром Но вы продолжаете дальше писать Пишите Пишите и не суйте нос в антитопор У меня тоже богатый словарный научный запас Но это не то место, чтобы я ими оперировал Я думаю, вы все-таки умные люди и поймете Почему я говорю очень часто плебейским языком Чтобы все понимали от мал до велика Также обратите внимание на количество дурацких армянских групп в сети Они лидируют по всем показателям Армяно-арийцы Армяно-язычники Армяно-нацисты Армяно-антисемиты Армяно-семиты Армяно-националисты Армяно-ассала Ну здесь можно и без армяна Армяно-фашисты Армяно-кавказцы А это? Че, армянин, да? Красавчик! Это так группа называется Послушайте, ребята Вы куда катитесь? В какую пропасть? И вы, потомки Айвазовского? Хачатуряна? Лазарева? Баграмяна? Тиграна? Мамиканяна? Это вы-то? Не смешите мой кавказский попах Я когда только увидел все эти группы У меня аж ханчал сдрогнул Далее Одной из последних провокаций было недавно Я, конечно, знал, что в группе антитопор кроются грузуны Но не знал, какие Когда грузуны поняли, что за прикосновение к сыру можно угодить в мышеловку Они стали действовать из-под тяжка Создали копию моей страницы Мастерские, не спорю Закачали туда всю мою информацию Фотографии И вперед Начали действовать Таковым был человек под ником Леон Рич Это он сейчас Ричем стал А раньше был обычным беженцем из Баку Романом Борисовичем Петросяном 1981 года рождения Проживал в Новосибирской области В поселке Ярково Или Ярково Имеет судимость Кстати, привет от Козюли Женился на немке И как это водится в Сибири И на Урале После женитьбы на немках В качестве мужа немки Отправился вместе с ней в Германию На родину предков жены Теперь живет там На подачке Бундесрата Как русский немец Репатриант Сидит в небольшом городке Кайзерслаутен Земля Райламфальц И высовывает оттуда язык Мол, не найдете И так далее Найдем Вот уже нашли В натовском городке Где проживают сами натовцы Турки И небольшая часть немцев Половина из которых Состоят из репатриантов Им-то до Романа Дела нет Да и мы пока не стали связываться С Герклаусом Вайхелем Пока Но Дружок-то наш Стукачок Стукачок на Азербайджан Это его Вторая часть дохода Несравнимая С подачками Бундесрата Предложили сделку Согласился Тем более Роман Борисович признавал Только армян Баку И Карабаха Все остальные Для него были не айс Вот и решил Помогать Азербайджану Сделал копию Моей страницы В соцсети И писал От моего имени Что нужно было писать Чтобы выставить Антитопор Не в лучшем свете И образ Амиля Бабаева Придумал А парень И знать не знал Не ведал Что его страница Копирована И используется Не чистоплотными Людьми То есть Этот человек Сделал Мало того Что мою страницу Еще и Первопопавшегося Азербайджанца Из России Взял и скопировал Потому и всю Эту переписку Якобы со мной Передал Сайту Вести.Аз Попросил Чтобы Его страничка Не вырисовывалась Леон Рич Но высвечивалась Псевдо Арутюновская Страничка Вот и получилось Что Мой двойник Пишет Об Амиле А настоящий Амиль И знать не знал Судя по всему И фейк Амиля И настоящая Страница Амиля Сразу же были Удалены Из Вконтакте Представляю Каково было Парню Который сидит Никого не трогает А тут Ему один за другим Стали Присылать Я уверен Присылали Сообщение Ссылкой Его фотографии На Вести.Аз Вот Видимо И пришлось Удалиться Что ж ему Еще делать Делать Приходилось Вот единственное Мое сообщение Адресованное Леону Ричу Он же Роман Петросян Где я Прямо Пишу О том Что этот Азербайджанский Парень Ведать Не ведает Что произошло Я бы Извинился Перед Амилем За действия Моего Соотечественника Но не буду Это делать По той причине Что этот Самый Мой Соотечественник Работает На Соотечественников Амиля А значит И извиняться Мне не придется А армянской Общине Германии Попрошу Быть осторожнее С этим Человеком Враг Не дремлет Господа Еще раз Хочу Попросить Вас Граждане Фейки И стукачи Не пишите Мне Не навязывайте Вашу дружбу Поверьте Мне Есть С кем Дружить Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова